Староскольцы стали абсолютными чемпионами Центрального федерального округа по рафтингу. На реке Сосна Липецкой области наши спортсмены заняли три первых и одно третье места, оставив позади семь команд. 17-летний Дмитрий Сергеев 6 лет в водном спорте. Его звездная команда, которая неоднократно побеждала на чемпионатах России и мира, недавно распалась. Напарники по рафту ушли в армию. В Липецке пришлось сплавляться с новичками. Парни ходят по реке около двух лет. Было сложно, но все справились. Ребята новички. Это раз были на соревнованиях. Заняли первое место мы с ними. Они выполнили кандидата мастера спорта. Есть разница, конечно, потому что силы меньше намного и опыта меньше. Я подсказываю. У нас тренер есть, она тоже всё время говорит нам. Ребятам подсказывают. А я в лодке уже подсказываю. Ребята заняли первые места в четвёрках и шестёрках. Ещё одно золото команде принесли девочки. Во всех дисциплинах они были первыми, уступив лишь в параллельном спринте. Штурму давно нет равных на воде, особенно в женском разделе. Поэтому, чтобы держать уровень, аскольчанкам приходится выступать в мужских командах. Дарья Маслова в четвёрках с ребятами заняла одно первое и одно третье место. В общей сложности в копилке спортсменов стало больше на 86 медалей и три кубка. Штурм на протяжении семи лет удерживает статус лучших в ЦФО. И всё это, несмотря на условия, в которых приходится тренироваться. В основном здании команды сейчас ведётся ремонт. А вот на реке Аскалецк, где располагается водная база, обустройства нет. Один старый вагончик для двух рафтов, разрушенная лестница, затонувший мостик и местные любители выпить и половить рыбу в месте, где занимаются юные спортсмены. Кто-то относится с добром и пониманием к труду ребят. А бывают случаи, когда тренировки срывают. Нас много. Мы выходим на реку, там три команды. Условия, ни дорожек, ничего нет. Но, к сожалению, и в этот раз нас не поддерживают. И очень тяжело общаться с ними, потому что тренировка бывает срывается. И потому что, наверное, какая-то угроза нашей жизни имеется. И это, конечно, неприятно, потому что мы столько лет уже здесь. Следующие старты пройдут 25 июня в Ельце. На первенство ЦФУ отправятся 12 староскольских рафтеров.